Друзья, всем привет! С вами школа тайского бокса и ее бессменный ведущий Сурадеев Дмитрий и Александр Сушко. И сегодня мы разберем удары локтями в ММА. И сегодняшний разбор мы начнем с техники нанесения ударов локтем. Подробно мы об этом говорили в предыдущий час школы тайского бокса. Сегодня я повторю лишь коротко основные моменты. Основным моментом при нанесении удара является, что удар наносится без замаха. То есть на соперника мы не уходим с поднятой рукой, а стараемся делать удар наоборот более коротким, из-за чего он получается более невидимым. И второй момент, что удар может наноситься в разных плоскостях. То есть мы можем бить удар параллельно полу, снизу, сверху. И вообще существует тысяча траекторий. Сколько вы можете придумать в лоб атаки, сколько будет ударов локтями. Стоит отметить, что в ММА несколько другая дистанция. Отличная от дистанции в тайском боксе. Если в тайском боксе мы стоим в дистанции, когда мы можем шагом ткнуться до паркера, то в ММА эта дистанция чуть длиннее. Почему это происходит? Потому что в ММА перчатки маленькие, и здесь практически не допустим размян руками. Первая серия, которую мы смотрим, это обычная серия ударов руками, после которой перехолен удар локтем. То есть здесь есть два вида дистанции. Первая – это дистанция для удара в руку. Пауза. Потом делаем подшаг и приносим удар локтем. Опять уходим на длинную дистанцию. Серия ударов руками. Удар локтем. Здесь обязательно нужно делать дополнительный подшаг для удара локтем. Иначе мы просто, если его не сделаем, мы не дотянемся до соперника. Эффективным способом для сближения дистанции в ММА является нанесение прямого удара рукой и после него нанесение ударов локтем с этой же стороны. То есть мы стоим на длинной дистанции, наносим удар рукой, джек, делаем подшаг и наносим удар локтем в тады. Здесь стоит отметить, что удар локтем вообще нужно всегда наносить с максимальной силой. Только так мы можем нанести максимальный ущерб соперника. То есть вы должны бить удар локтем так, что даже если вы попадаете в руки, руки должны буквально ломаться. Еще раз. Раз, два. Опять же не забываем, что здесь может быть несколько углов атаки. То есть может быть джек, я удар снизу. Может быть джек, удар сверху. Аналогичная работа ведется с правой стороны. То есть мы бьем правопрямой, удар локтем. Также меняем углы атаки. Раз. Два. Два. Вообще эффективностью нанести удар локтями в ММА является их нестандартность. Потому что бойцы ММА привыкли к стандартной боксерской технике. Соответственно, наша задача прикормить соперника стандартными ударами. Можем начать с обычной боксерской серии. Это повторный джек. Пару прикормить у соперника. А в следующий раз нанести удар рукой, сделать подшаг и нанести удар локтем снизу. Также эту серию можно подготовить через прямой удар рукой и удар локтем сбоку. Наносим удар рукой, удар локтем. Делаем это несколько раз. А далее стараемся уже нанести обратно удар локтем, тем самым удивить соперника. То есть наносим прямой удар рукой, делаем подшаг, заряжаем стимул и удар локтем. Еще раз. Так как в ММА есть борцовская техника, и всегда, когда вы сокращаете дистанцию, либо работаете на средней и ближней дистанции, у вас есть опасность перейти в партер на землю. Если правильно и коротко наносить удар локтем, то у вас не будет хорошей возможности для того, чтобы пройти. И дополнительно вы можете после удара локтем оставить руку на голове соперника и помешать ему сделать проход. Даже если он на этом будет делать через классический проход через колено. Поэтому при нанесении ударом локтем, вы должны быть очень стремительны и быстры. Также, если человек после удара локтем забирает меня в клинч, то здесь также проходить очень опасно, потому что есть ударные колени. Поэтому будьте осторожны при проходах в борцовскую технику после локтя соперника. Если вы обладатель высокого роста и у вас длинные конечности, есть еще один эффективный прием нанесения ударом локтем. Достаточно часто вы можете контролировать руки соперника своими руками. Здесь резко сокращать дистанцию, уводить его руку вниз и нанести удар локтем. С этой дистанцией можно нанести удар локтем как правой рукой, так и левой. Левой даже наносить удар локтем лучше, потому что здесь после того, как убираете руку вниз, партнеры нечем закрываться. Эта сторона полностью открыта. Если здесь еще есть плечо, то с этой стороны уже нет ничего. Опять же, если изменять угол удара, то есть можно снимать руку, бить вообще удар сверху, соперник вообще получается полностью открыт. И вашим ударом локтем лучше не прикаскивать. И, пожалуй, самый опасный нанести удар локтями является удар локтями навстречу под руки сопернику. То есть в чем их особенность? Здесь очень важно будет правильно подобрать момент, вытянуть соперника, подобрать дистанцию, нанести уже жесткий удар локтем. Здесь условно можно разделить это все на удары под боковые удары руками, удары локтями и под прямые удары. То есть начнем с боковых. Здесь соперник несколько раз наносит боковой, вы чувствуете дистанцию и в следующий раз делаете шаг навстречу и уже наносит удар локтем сам. Здесь можно бить как левой рукой, так и правой. Почему я считаю предпочтительнее нужно носить удар левым локтем? Потому что после удара левой стороной вы можете так же, так же, продолжить атаку и сразу нанести удар правым локтем. Либо снизу, да, либо сверху. А если мы будем носить правый удар, да, здесь уже достаточно тяжело, поскольку я подсел, достаточно тяжело развивать свою атаку. Второй вариацией нанесения встречных ударов локтями является удары локтями под прямой удар руками. Здесь опять же вам нужно несколько раз, скажем так, условно принять прямый удар руками соперника, чтобы почувствовать дистанцию, выверить траекторию будущего удара. Далее, после первого удара рукой подсаживайтесь вниз и наносите удар правым локтем. Здесь опять же удар локтем лучше носить сверху вниз, потому что сбоку будет находиться рука и вам будет тяжело попасть. Еще раз, если как раз привыкаем к корректории ударов и наносим удар локтем. Еще раз. ММА дает возможность эффективно ударить локтем после обманного прохода в ноги. Что мы делаем? Мы показываем проход в ноги и первый самый простой удар, который вы можете нанести, заряжая эту ногу, ударить локтем вверх. Обратный локт. Показываем проход в ноги, соперник отклоняется на вас и вы бьете вверх. Теперь немножко быстрее. БАМ! Более технически сложный удар локтем после обманного прохода в ноги, это удар локтем с подворота. Мы показываем также нашему сопернику, что мы будем проходить вниз и разворачивая пятку, как вы видели в предыдущей серии тайского бокса, мы наносим удар локтем с подворотом. Разворачиваемся и забираем нашего соперника в клинч. В современном ММА техника ударов локтями становится все более и более популярной. Это добавляет зрелищности боям и эффективности бойцам. Посмотрите бои Криса Вайдмана, Томаса Альмейды и Карлоса Кандита. Друзья, не пропускайте удары локтями в боях, а также видео на канале Ладен Свет. Становитесь сильнее. Всем тайский бокс! Начнем с техники нанесения левого бокового удара локтем. Как и любой удар, удар локтем начинается с шага. Мы делаем шаг левой ногой по диагонали. Субтитры создавал DimaTorzok